Здесь можно на этом сэкономить. Да, такая вот она Турция. Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, которому нужен особенно в Турции. Меня часто спрашивают, сколько стоит жизнь Турции. Все по порядку, вот у меня в руках квиточки закональной услуги. Сейчас я вам расскажу о том, что сколько стоит. Давайте разберемся вместе. Для начала нужно снять или купить жилье. Напомню, что я занимаюсь недвижимостью и у меня есть видео-каталог недвижимости. Кому интересно, переходите по ссылке в описании. Я арендую квартиру 2 плюс 1, две отдельных комнаты и кухня с большой обеденной зоной, что обходится мне в полторы тысячи лир. Это примерно 280 долларов. Здесь все светильники с таймером. Да, турки умеют экономить. Что мне нравится в Турции, что электрические счетчики и счетчики воды вынесены за территорию квартиры. То есть, когда приходят снимать показания, не обязательно вам быть дома. Когда приходят специалисты снимать показания счетчиков, они не привязываются к тому, дома вы или нет, они могут сами во всем разобраться. Теперь коммуналка, электричество. Стоимость одного киловатта в 0,8 лиры. Как же это выглядит на деле? В разных домах по-разному. В некоторых домах есть специальные ячейки для бендероли, писем и счетов. Здесь, в одном из турецких домов, вот таким образом прикрепляют счета на электричество и воду. Буду оплачивать в ПТТ. Стоимость проживания везде разная, в разных городах. Даже за электричество идет разная талификация по городу, в котором вы находитесь, по времени, годы, даже времени суток. Турция – южная страна, и здесь очень жарко, поэтому без кондиционера здесь не обойтись. Сажусь в машину, включаю, что правильно – кондиционер. В квартире то же самое, приходится платить за электричество. Я платил даже до 400 бир, вот сохранил этот плеточек, если вам видно. Зимой придется вам платить, наверное, примерно столько-то. Что касается межсезонья, то здесь можно на этом сэкономить. Да, такая талатурция. Если вы по какой-то причине не смогли оплатить выставленный счет за электроэнергию, и у вас образовался долг, то отключение за неуплату осуществит представитель электрической компании. Он же опломбирует ваш счетчик. Как только вы оплатите счет, электричество вновь появится в вашей квартире в этот же день. Электрические компании за подключение включат в счет дополнительную сумму в 20 лир. Это немало, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, и если есть возможность, экономите, экономьте. Чтобы сэкономить на электроэнергии, лайфхак от меня. Приобретая недвижимость в Турции, обращайте внимание на класс энергопотребления бытовой техники. Самая энергоэффективная – это техника класса А. Дальше у нас вода. В 2019 году стоимость одного кубометра воды составляет 3,2 турецких лиры. Что нужно обязательно знать, друзья? Если ваш неоплаченный счет за потребленную воду составит больше 75 лир, то водяная компания имеет право прекратить подачу воды в вашу квартиру. Показания счетчиков ежемесячно снимают представители обслуживающих ваш дом компании. Вам выписывают индивидуальный счет к оплате, в котором все подробно указано, все показания счетчиков, период, за который взимается плата, начисленная сумма, а также дата, до которой необходимо оплатить коммунальные услуги. Я трачу на воду в среднем 80 лир в месяц с горячей водой, со всеми процедурами по мойке вещей, одежды и посуды. С горячей водой, кстати, тоже нет проблем. Во многих домах на крыше стоят солнечные батареи для нагрева воды. В холодное время года обычно еще пользуются электрическими нагревателями воды, бойлерами, которые обычно установлены на балконе. Но лучше пользуются проточными водонагревателями. Это вам мой совет. Газ. Конечно, не везде все квартиры газифицированы. Моя квартира не газифицирована в Алане, поэтому я пользуюсь газовым баллоном. Стоимость которого 135 лир. Мне его хватает примерно на 4 месяца. Признаюсь, готовить я умею и люблю, но делаю это не часто. Можно пользоваться и электрической печью, но, как вы понимаете, это выходит дороже. Есть в Турции еще и такая статья расходов, как Айдат. Это ежемесячная плата за содержание домов и придомовой территории. Сумма Айдата зависит от инфраструктуры вашего дома или комплекса. Есть дома, где Айдат совсем не платят. Там уборкой парадных и уходом за территорией занимаются сами жильцы. И, как правило, это так называемые турецкие дома, где проживают турки. В моем сете Айдат стоит 100 лир. В эту сумму входит обслуживание бассейна и территорий. Уборка парадного и вынос мусора. Ну, в моем случае стоимость Айдата уже входит в стоимость аренды квартиры. Так что оговаривайте сразу этот момент с теми, у кого вы снимаете квартиру. Еще одна важная для меня услуга – это, конечно же, интернет. Я плачу за интернет около 140 лир в месяц. К слову, оптоволоконный интернет в Турции – не дешевое удовольствие. И есть не в каждом жилом доме. Да-да. У меня в квартире интернет АДСЛ – технологий с довольно средней скоростью отдачи. Хотелось бы, конечно, побольше, но имеем то, что имеем. Тут тоже есть несколько мыслей. Если вы хотите сэкономить, то можно уложиться и где-то в сумму до 100 лир. Но это уже другая история. Подведем итоги по затратам на коммунальные услуги. Аренда квартиры – полторы тысячи лир. Электричество – 400 лир. Это максимум. Можно уложиться и в 170. Вода – 80 лир. Затраты на газ – 34 лиры в месяц. Интернет – 140 лир. Итого, вынь и положи – 2154 лиры. Это около 400 долларов в месяц. Ведь нужно еще питаться, одеваться, развлекаться и передвигаться. Проезд в общественном городском транспорте стоит от 3 до 4 лир. В разных городах цены отличаются. Простая арифметика. Если пользоваться, например, городским автобусом или долмушем, так называется маршрутное такси в Турции, хотя бы один раз в день, то в месяц нагарает сумма примерно в 180 лир. А если у вас автомобиль, как у меня, то расходы увеличиваются в разы. Бензин и солярка стоят где-то от 6,5 лир за 1 литр. Питание. Здесь, конечно, трудно рассчитать расходы, но я попробую. Хлеб – 1 лира 25 куруши. Мясо – 50 лир за килограмм. Курица – целая тушка, примерно 22 лиры. Яйца – 10 лир десяток. Молоко – 3,5 лиры за литр. Оливковое масло – 15 лир на рынке. Подсолнечное масло стоит примерно столько же, сколько в продовольственном маркете. Цена на овощи и фрукты зависит от сезона. Ну, давайте на все это возьмем около 20 лир в месяц. И это далеко не весь необходимый продуктовый набор. По моим подсчетам, я трачу примерно 1000 лир на питание в месяц. Не считая походов в рестораны и кафе. Ну и одежда. Выбор на любой кошелек. От популярных вайкики, катон де-факто с недорогой одеждой, заканчивая дорогими марками брендовой одежды и обуви. В целом, хочу отметить, что одежда и текстиль здесь в Турции отличного качества и по очень приятным ценам. Не зря все наши туристы закупаются в Турции различными товарами. А в магазинах вайкики сезон не протолкнуться. О стоимости этих видов товаров в турецкой промышленности, наверное, нужно говорить отдельно. Я снимал много видео на эти темы, делал обзоры популярных среди туристов торговых центров, так что можете посмотреть и быть в курсе, что называется. Поэтому остановимся и подведем итог. У меня на месяц жизни вышло затрат на 3334 лиры. Примерно 620 долларов. Да, немало. И это еще по-скромному. Мой дорогой зритель, хочу обратить внимание на то, что Турция настолько разнообразна, что практически невозможно дать универсальные советы, которые подойдут абсолютно всем. Так же, как нельзя судить о России по Москве, так же и о Турции нельзя судить по Стамбулу или Анталии. Проживание в Турции имеет как свои плюсы, так и свои минусы. В основном, многие отмечают низкий уровень жизни по сравнению с другими европейскими странами. А так же, некоторым понаехавшим сложно привыкнуть к обычаям исламского государства. Я к этому привык. Местные жители доброжелательные, всегда приветливы и очень любят детей. Разные регионы Турции очень сильно отличаются друг от друга. К уровням жизни и другими всевозможными особенностями культуры и традиций. Менталитетом и местами даже языком и диалектами. Не стоит все мои подсчеты воспринять буквально. У каждого человека разные потребности. Смотрите мои видео на канале, делитесь своими мыслями с друзьями или родными, посоветуйтесь и делайте какие-то выводы. Пишите комментарии, что актуально и интересно лично для вас. Буду очень признателен узнать именно твое мнение, поэтому жду обратной связи. И насим всего вам хорошего. Дин-дон-дэй, маасалама, гидо, гиле-гиле. Ну и наконец просто чао, друзья. Привет, меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня я вам расскажу о необходимом прожиточном минимум. Посмотрите, какой красивый вид. Что мне нравится в Турции, что электрические счетчики и счетчики воды вынесены за территорию квартиры. То есть, когда приходят снимать показания, не обязательно вам будет дома. Что мне нравится в Турции, что все электрические и водные счетчики вынесены за территорию квартиры. Поэтому, если приходят специалисты для снятия показаний, когда приходят специалисты снимать,